Привет, Тос Амиго! Сегодня разберём Leopard 1 А5. Лично мне эта машина неинтересна уже тем, что это по сути третий Leopard в ветке подряд. Ну, учитывая, что OF40 это итальянская версия опять-таки Leopard. Всё та же отличная динамика, высокая скорость, точная пушка и картонная броня. Такое ощущение, что с левелом у этой машины вообще ничего не меняется. Leopard явно доминирует дальностью обзора над 72-кой, над остальными танками 5-го левела у него разница в обзоре гораздо меньше. Если поставить на него оптику первого уровня, но у меня она только первого, обзор будет 414 метров, что, в общем-то, не позволяет эффективно светить на этом танке. Заметность у него полная говнище, как у всех ОБТ, то есть это параметр так же важен для разведчика, как и дальность обзора. То есть всякие бронемашины будут замечать его гораздо раньше, чем он их. Но, как говорится, на без птичьей жопа соловей, поэтому если БМДшки дрочат в кустах, в разведку придётся ехать Леопарду. Я вообще считаю, чтобы эффективно играть на какой-то технике, нужно стараться реализовывать её сильные стороны. Сильная сторона Леопарда — это скорость. Невероятно, но факт, что в игре этот Леопард на своём дизельном двигателе с мощностью 830 лошадей разгоняется и носится быстрее, чем Т-80 со своим газотурбинным двигателем, в который запрягли аж 1000 лошадей, при том, что Т-80 тяжелее всего на 6 тонн. Но я думаю, что ни для кого не тайно, что вся советская техника в игре занерфлена по какой-то неведомой причине. Я лично думаю, что причина в том, что бои состояли на 80% из ОБТ Советского Союза, 72-к, 80-к. Они и сейчас в большинстве своём состоят из советских танков, а если бы ещё Советы и нагибали, то на всех остальных никто бы вообще не играл. Ну да ладно, сейчас не об этом, а о том, что в итоге Леопард представляет собой подвижную машину с точной пухой и является одним сплошным большим уязвимым местом. Нагибать может либо из кустов, либо умело маневрируя, причём лучше во взводе с двумя ещё какими-нибудь очень быстрыми машинами, чтобы быстро навалились, разобрали, поехали, навалились, ещё кого-нибудь разобрали и так далее и тому подобное. Выходы в борт, заходы в тыл, верняковая движуха для победы. Итак, собственно, обои. Мне кажется, что я однозначно знаю, что этот танк заценит кустодроты. Как я уже говорил, лезть на нём в мясорубку смысла нету, нужно стоять где-нибудь на дальней линии. Многие скажут, что это отличная машина второй линии, но тут в этой игре любая машина может быть отличной машиной второй линии. Ехать на нём, я думаю, что в мясорубку на завод абсолютно не нужно. Он должен воевать там, где воюют, собственно, БМПшки, БМДшки. Жалко только, что у него Птура нету, то был бы отличный противовес этим мелким машинкам. Отличная подвеска, я не знаю, танк просто... Он даже не со скалы, он с пригорка спрыгнул и ухерачился об землю на 230 дамага. Что как бы... Это при том, что он топовый, у него стоят усиленные торсионы уже стоят. Что как бы намекает на том, что монополию на прыжки с трамплинов иметь должны только русские танки, раз они на каждых показательных выступлениях именно это и показывают. Типа вот мы подпрыгиваем, в этот же момент стреляем, это так круто. Приземляемся на все катки одновременно. Идеальная балансировка и всё такое. Леопард с этой задачей сходу не справился. Сходу провафлил прыжок. Хотя также приземлился ровно на гусеничке. В общем-то, не знаю, почему так и почему я получил вообще дамаг при таком приземлении. Баги. Всё это баги. Но их леопард такой же рвётся в прорыв. Зачем-то не сидится ему ни в кустах, ни на базе, нигде. Вот уже иптуры по нему стыртанули. Но он, как назло, пропал. Но, возможно, он решил удариться в разведку. Поставил оптику и посчитал, что 450 это достойный показатель. Для того, чтобы ломануться в засвет. Их там даже двое. А, это БМДшка ему там в помощь. Призовой кумулятивный снаряд, который нанёс дамага меньше, чем бронебойный. По леопарду. Да. Ну, потому что БТРки здесь получают, как я понял, на 20% меньше. Дамага на 15, на 20. Компенсация за то, что у них меньше здоровья. А меньше здоровья у них компенсация за подвижность. То есть, короче говоря, БМДшка не имеет никаких штрафов. За то, что она подвижная. Да, у неё меньше брони, которой здесь ни у кого нет. Он меньше здоровья, но она получает меньше дамага при этом. Дайте мне танк, который меньше дамага будет получать. Не насрать. Пусть он будет полностью из бумаги и без здоровья. Просто неравноценно как-то, я не знаю, сделать специально БМДшкам мало жизни, и чтобы по нему урон полностью не проходил. Гениально. Кон гениально. Попали сходу. Попали сходу. Но, сука, он почему-то не сдох. Здесь, как и в картохе, у врага всегда остаётся один хелс, два, три. То есть, админы Wargaming, админы картошки, простите, господи, говорили, что это умышленно сделано, типа, дать это шанс на реванш. Типа, они что-то такое про это писали. Опять же, зацепочка в пользу того, что игра сделана на скриптах от Wargaming, да, то, что здесь... Блять, ну почему снаряды куда летят, чего летят, блять. То есть, вот этот шанс на реванш тут точно так же сохранён. Как и у ВГш. Кто-нибудь спугните в жопу этот истребитель танков. Ещё одна плюха, я в ангаре. Отлично. Как он ловко свой сракешничек-то убрал. Но его сейчас доберут, это, конечно, не вопрос. И мне придётся действовать очень-очень аккуратненько. Но 1700 дамага есть, ещё пару плюх дать, чтобы за двушку перевалило, я буду доволен. Меньше-то меня не устраивает. Танк такой, я, конечно, набивал на нём, было и 3000 дамага, и 4, и 5. Но это повезти должно очень сильно. Так-то сам танк, он вообще абсолютно не тащит, мне кажется, никак. Реализовывать его скорость довольно проблематично. Как бы нет такого места, которое бы он мог удачно занять, да, и чтобы его там не разобрали после этого. Ну, занял ты место, да, у тебя там... Ну, о крепости башни тут уже речи, по-моему, не идёт. Всё, ему нормально туда в башню закидывают. Танковать от башни я даже не пробовал на этом танке, если честно. Я вообще боюсь любого танкования на этой машине. От башни, от гусли, от чего угодно, танковать на нём вообще не хочется никак. Ну, для меня он абсолютно танк хрустальный. Чуть что, сразу плюха с полным дамагом. Любая кумулятив, так кумулятив, фугас, так фугас. То есть, одна большая, сплошная, уязвимая зона, это Леопард. Многие... Кто-то писал мне, что он считает этот танк лучшим на уровне, я не знаю, чем. То есть, с какого перепуга он лучше, чем он лучше. Жизни... Ну, здоровья у него больше, чем у 72. Как правило, почему-то здесь у всех здоровья больше, чем у 72. Компенсация за дамаг. Но, если, слушайте, вести такую политику компенсации, то в итоге все танки будут как минимум равны. А, мне кажется? Если там меньше жизни, блядь, меньше дамага будешь получать. Больше дамага у тебя меньше жизни, здоровья у танка будет. Мало дамага танк наносит, пусть у него будет больше здоровья, значит, за это. Бред какой-то. Видели, насколько у Абрамса здоровья больше, чем у Т-90? А, даже на седьмом, или у Т-80, на 500 здоровья больше. Если не на 800, по-моему. Там такая разница просто космическая, ядреная. Будут нерфить, будут нерфить. То есть, как Варгейминг. Сначала не подумав, они что-то вводят, потом будем нерфить. Практически все камни, которые я кидал в огород Варгейминга, по этому поводу можно кинуть в огород Арматос. Ну что, я дам ему плюху? Как-то можно через это здание было выстрелить, а раз он там мигнул и пропал. Да, здесь пока что не оптимизировано. Можно стрелять через здание. Да, плюха есть. 2000 дамага. Выцарапал кое-как. Может, даже еще кому-нибудь успею всунуть. О-оу. Он к нам с жопой. Это отличный шанс кинуть еще на 380. Не градусов урона. Он тупит, он тупит. Это наша шанса, наша шанса. Да, еще 320. Уже 2700. Выскрип. Выскрип из-под ногтей просто 2700 дамага. Ну, его мобильность, конечно, позволяет участвовать в добивании врага, в загоне последних выживших. Это, конечно, плюс. Потому что я говорил, что у Чифтана, допустим, нет такого шанса. Если ваша команда круто затащила, то Чифтан просто доехать со своей скоростью часто не успевает, чтобы кому-нибудь напоследок чем-нибудь насувать. Леопард же, если не слился, он всегда в конце успеет несколько плюх еще дать вдогонку врагу. Лещами в ангар его загнать. Ну, плюс еще медаль к снайперам не была присвоена. Четырех обнаружил, но никто, по-моему, обнаружение стрелять не соизволил. Я не знаю. Вот, ладно, перейдем к следующему побоищу. Вот, на карте горячий песок. Мне на всякой разной технике бывает очень сложно найти свое место на поле боя, потому что, ну, понятно, если танк у вас крепкий, да, много здоровья, то это надо ехать в город. Но что делать, если танк у вас на соплях, если УВН плохой и много чего мешает воевать там в городе, то ехать куда-то на вот эту дугу, на вот эту фекалию на карте, да, или туда в пески, это отдаваться просто в жертву БМДшкам, в турам, там, сбоку в туров. Это, наверное, абсолютно фуфловый вариант, короче. Но тут, видите ли, чтобы найти свое место в бою на Леопарде, я придерживаюсь такого правила, что посмотри, куда едут крепкие танки, и едь в другую сторону, в другое направление, вернее, да, потому что, ну, кто придерживается тактики второй линии, типа, высовываться из-за спины, там, танков и давать плюхи, мне кажется, что Леопард это та машина, которую и в толпе выцелят, и кинут ей кумулятив в лобешник, потому что, ну, уж больно танк картон, и урон в него хорошо заходит. Во-вторых, это ехать, воевать от второй линии, это все равно, что, знаете, там, а все будут с крыши прыгать, ты тоже прыгнешь, то есть ты очень зависим от танков, первой линии, если они будут стоять и дрочить, то и тебе придется стоять и дрочить, это не очень весело. Я как-то люблю играть более инициативно, не ждать, когда ваша команда соизволит что-то хорошее для вас сделать, а она обычно это... Обычно она этого не делает, прямо скажем. Обычно команда только создает неприятности и трудности, сейчас фпс просела до 35, видимо, видимо, это пыль, наверное, самая лучшая пыль за всю историю игр, которую поднимает танки. Сейчас вообще что-то у игр с оптимизацией началось. Black Ops только один, только чего стоит последний. Так, ну видите, да, что я уже обнаружил, в свою очередь, Леопард. Леопард, как и вся остальная команда, которая сюда приехала, не видит никого. Будь у танка тормоза, как у картохи, можно было бы резко тормознуть и дать плюху по БМДшке, но тормоза такого, к сожалению, нет. Вот, то есть и встает вопрос, да, а что тут делать, собственно. Там два БМДхи. Если бы можно было подбить команду на штурм, на бравый штурм, мы могли бы это сделать. Я даже танкануть согласен, лишь бы вот этой пассивности не было. Но я вот туда поеду, а вот эти люди, они останутся стоять на месте. Им не важно, что ты пишешь в чат, что ты мигаешь. В этом плане, блин, что с ботами играешь, что с людьми, разницы никакой абсолютно нет. Сплошная тупая пассивность. Даже вот такое говно меня пробивает, видите? А, вот, ЕРЦ наш ломанулся, но не подождал, не посигналил, ничего без сиг, просто. Решил проявить инициативность. Ну хрен, у него скорострельность хорошая, хоть и корпус картонный. Одну БМДху он сходу разобрал. Сейчас вторую заберут. Леопард, у Леопарда нету шансов успеть за этими машинами при всей его подвижности. Только ПТУРы свистят по степи. Вот у них БМД, молодец, поехал. Какая лица, куда поехала? Откуда угодно можно ПТУРы пускать. Много ПТУР не бывает, блин. Всё, счёт, блядь, как назло, 15-8 мы их раскидали. Ну понятно, это песочников, потому что слили у них. В городе они пока ещё поддержатся. Но надо спешить накидывать дамаг, собственно говоря. На самом деле повторюсь, что эту карту я вообще ну очень не очень. На 72-ке я тут настрадался. На чифтане тут хорошо играть, на 72-ке тут, ну не знаю, галима полна. Всё. С таким счётом все смело ломанулись вперёд, просто сливают. Рвут их со страшной силой. Ну это, я не знаю, я такой порнухи не видел, даже когда смотрел, как куча львов там зебру жрала, блядь. Это и то не так кроваво выглядело, как слив вот этой вот команды, которая завтра... Которая, не знаю, наверное, домашнее задание сделала, и пришло сейчас уже, и звёзды станут снимать. Просто, ну они вообще ни о чём. Убери сучердак. Не пробили, вот так вот, в борт башни МБТ не пробили, бронебойным снарядом причём. Не кумулятивом, который там может в экраны попасть, а бронебойка не пробила. Есть ещё такие довольно странные и загадочные эпизоды в этой игре. Убери очко своё нахрен, блядь! Сука, он какой раз уже мне стрелять мешает этот, блядь, человек на своём корыте под названием М-63? Пошёл нахрен. Можешь мою жопу теперь нюхать, блядь. Я буду... Да, сволочь какая, а! Просунул всё-таки свой снаряд. Да, вообще нихрена не успел набить. Отличный бой, твою мать! 15-0, сука! Ну где ж такая команда, когда я звёзды снять не могу по 10 боёв там, блин, с какой-нибудь пальмарией? Ну, Придгорье, вот, в принципе, карта, на которой, в принципе, можно сказать, что херня война, главное манёвры. На ней тут можно поманеврировать, в этом плане Леопард. Среди УБТ очень даже хорош, но... Единственный минус карты, что она, сука, лагает из-за своей грёбаной травы, которую тут понасаждали, блядь. А так очень даже... Я бы на их месте, знаете, карту Придгорье, если они не хотят оптимизировать траву, сделал эту карту зимней к чертям собачьим. Пусть вообще будут зимние и песочные карты в этой игре. Вот, кстати, на некоторых картах... Вернее, на некоторых картах заметил такую тему, что у арты первые несколько выстрелов сведение очень плохо работает. Сводится, разводится, там что-то как-то глюч слагает, а потом уже после третьего залпа примерно начинает нормально быстро сводиться и точно стрелять. Возможно, это реализован, типа, стрельба на холодный ствол. То есть холодный ствол, он хуже стреляет, более косой, там что-то такое. А потом, типа, разогревается и начинает стрелять лучше. Даже не знаю, на этом танке попробовать посветить, что ли. Ну, вроде БМДшка у нас молодец, светит. Моё дело, значит, стоять и накидывать. Хотя вот, похвалил, свет и кончился. Мне очень нравятся люди, которые начинают светить раньше, чем кто-то на огневую позицию хотя бы приедет. Понимаете, арты-то в бою нет, кому вы? Ну, кому вот вы насветили, и что, и чего? Куда все стреляют? Я тоже хочу куда-нибудь пострелять уже. Но стрелять некуда, потому что никто ничего не светит. А судя по тому, что высветили, у них там танков мало, у них все вон там на переправе на этой столпились. Если вы смотрите на миникарту и увидите, что враги столпились на другом направлении, значит, давите своё, раз уж вы сюда приехали. Давим. Срочно давим. В этом плане вы во взводе, конечно, со скилловыми пацанами играть, наверное, бесценно. Я, кстати, в этой игре ещё ни разу во взводе ни с кем не играл. А, ну потому что, я не знаю, пока что скиллованных пацанов в этой игре. Договорились давить? Втроём поехали продавили. Вот это да, вот это геймплей. Ждать от рандомной команды, что рандомщики додумаются где-то что-то давить, где-то что-то дефать. О, Серёга, какой классный боец. Ты мне нравишься, чувак, до встречи в следующем бою. Мне нравится твой стиль стрельбы в никуда. Отлично. Всегда бы мне такие враги попадались, я был бы нагибатор просто невероятнейший. Я и так, в принципе, неплох, хотя меня и учат стрелять. Вот тут надо камулями стрелять, тут не надо камулями стрелять. Я уж как-нибудь сам разберусь. Я вдаль ненавижу стрелять камулятивами, потому что они в экраны попадают. Бум, попадание, 433 дамага, давай. Классно, погоня, погоня. Вам ещё 400. Погоня, погоня, эй, сволочь. Всё попортил, всё попортил. Опачки. Да пошёл ты нахуй, блядь, ёб твою пиздец, сука, человек, блядь. Ну, конечно, если ты едешь куда-то, надо ехать за чьей-то жопой обязательно, блядь. Не отъехать, не подъехать. Ну, смотрите, кумулятивом я ему снёс два колеса, но невозможно обездвижить колёсную машину. Ещё один почему-то. Чё вы, блядь, к моей жопе пристраиваетесь все? У нас чё, теперь на 72 одни гомики играют, блядь, что ли? Сука, как не обернусь, у моей жопы 72-ка стоит, блядь. Чё за херня? Причём, сука, реально, если бы я вот в 72-ку жопой не ударился, да, у леопарда задом скорость довольно неплохая, я бы ушёл от того Птура и вот этого дамага, блядь, в 501 единицу, у меня бы сейчас не было. Ну нет, сука, надо ехать за мной, типа, наверное, аэродинамическая труба, да? Я, типа, ветер рассекаю, за мной можно ехать быстрее. Наверное, типа, по этим соображениям руководствуется, я хрен его просто знает. Дорога, что ли, узкая какая-то. Вы можете подумать, что я такой, типа, нервный статодрочер. Нет, мне просто перезаписывать, блядь, не хочется из-за того, что меня сейчас убить могут теперь. Быстро-быстро. Я так три боя подряд писанул, всё, как оно есть, показал, как оно играется. Особо ничего победные супер-бои, ничего не вырезая. Вот, их вы можете, пожалуйста, смотреть у... Ага, вчера. Я посмотрел, как он на пресс-аккаунте очень классно рекламирует Т-80. Блядь, охуеть, нет эффекта. Ну быть такого, блядь, не может, что нет эффекта, блядь. Вот, пиздец, с бронебойным снарядом, как это, ёб твою мать. А чё сейчас эффект есть, чё случилось? Вот, что? Куда летит? Да пизду, блядь. Ну понятно, опять кто-то стоит в кустах. И ПТУР из базы, блядь, игрок охуительный стоит, блядь, вон на ИРЦ. Красавчик, блядь, обожаю вас, нахуй. Вот, блядь, надо истребителей танков из игры убрать к хуям. Они заебали просто всех. Они подают дурной пример БМПшкам, как вы видите, да? Как не включу БМПшки, где они стоят? В деревьях, блядь, в кустах, в камнях, куда им угодно забраться, блядь, забуриться. Ой, ёб твою мать. Фокс вот у нас стоит. Чё вот он у нас стоит здесь? Что ты здесь делаешь? Ты на ББМ, сволочь, ты, блядь, светить должен. На тебе, нахуй, неактивное, неподобающее поведение. На тебе сверху, блядь, неактивность бот, сука, что ты в следующий раз, блядь, ехал, что-то делал, а не стоял, блядь. Нагибатор, сука, стоит, типа, дамаг настреливает. Ого. Блин, вообще. Вот, короче, этот товарищ обладателя пресс-аккаунта под номером 3 очень классно записывал на Т-80 геймплей, где он единственный седьмого левела, все остальные пятого уровня. Он, естественно, начал дико дамажить, разрывать, нахваливать танк. Но в один прекрасный момент он заигрался, ему зашли в жопу, его слили. И он обрезал, как-то еще неграмотно успев написать в чат, типа, молодцы, засрали мне запись. Просто чувак на седьмом левеле против пятых не смог затащить и пишет, что команда ему запись обосрала. Я в ахуе, блядь. И он считается, типа, нагибатором, да, каким-то? Волшебно. Короче, 2000 дамага на Леопарде в этом бою. Ну, мне Леопард не очень нравится, честно признаюсь. Леопард вообще не моя машина в этой игре. Я, потому что, ну, я уже сказал, не играю от второй линии, потому что играют в эту игру в основном вот такие, как вот этот Фокс, да? Но это бот админы Crazy Sam, это бот. Баньте его, нахуй. Вот, играют одни затупки, блядь, от которых ждать света, или от того, что они пойдут в атаку. Это вообще смысла нету, нахрен. Быстрее у нас власть воровать перестанет, блядь, чем у нас кто-то здесь в атаку поедет инициативно. Поэтому, блядь, приходится самому тащить, самому вести, блядь, людей за собой, а на Леопарде это делать невозможно. Леопард это вот, в кусты заехать, там, пиписю подергать, блядь, это максимум этого танка. Я считаю. Однако, к этому моему донному дамагу в 2000 можно еще разведданных сверху 1600 наложить. Но, честно, насветил, насветил, заслужил. В принципе, по опыту я, ну, в топ-5 по дамагу я тоже в топ-5. Ну, в жопе, конечно, но... Блин, не такой просто Леопард, не такой, скажем так, дешевый нагибатор, как Чифтан, который просто берет и тащит бои. На Леопарде тут надо изъебываться, что называется, чтобы что-то настрелять. Более-менее удачный бой сохранился, увы, только на скриншоте. Но сейчас скажу по секрету, что начиная более-менее дружить с Shadow of Play, и сохранять удачные записи боев. Ну, это сохранить там последние 20 минут игры. Типа, правда, все это под музыку происходит, потому что я играю всегда под музыку. Но, в любом случае, в следующем, хотя бы, в следующих видосах, хотя бы в обзорной части уже будут какие-нибудь бои, где более-менее нагибаторные такие, на которые шкальцы ведутся и думают, что у вододела каждый бой именно такой. Вот, а пока, в общем-то, на этом все. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Ну, и напоследок, по аналогии с Буддой, который всем так понравился, еще одна небольшая нарезка с очередным одаренным геймером. Субтитры сделал DimaTorzok О, блядь, давай! Только не сейчас, пожалуйста! Ах ты, ебаный ублюдок! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok